Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна, гид по Северной Ирландии. И сегодня я вас привезла в очень симпатичное место. Хочу вас с ним познакомить. Мы находимся в графстве Антрим, город Балемена, недалеко, Брушейн. И это территория, на которой когда-то располагалась Рейсвью Милл, мельница. И колесо на этой мельнице, оно вращалось с помощью воды. Движение воды приводило колесо во вращение. Это самое большое колесо в Ирландии. Так что здесь этим очень гордятся. Ну и кроме этого, здесь великолепный пешеходный маршрут. Различные помещения, которые когда-то являлись частью этой мельницы. А теперь это места для проведения свадебных церемоний и других различных праздников. Продолжаем гулять по территории этой мельницы. Здесь в окнах приведены картинки, как они здесь были. А теперь здесь такие фотографии из прошлого, скажем так. Какими посредственными работами занимались здесь, на территории мельницы. И вот такие пешеходные маршруты. И, конечно же, кафе. В самом деле, в Ирландии было огромное-огромное количество мельниц когда-то. В первую очередь, производство льна. И на этих мельницах работали преимущественно женщины, дети. Это был каторжный труд. И дети, в общем-то, работали с малого возраста, с 10 лет уже точно. Да, некоторых отправляли работать еще раньше. И, ко всему прочему, в первой половине дня дети еще успевали учиться. А это мельница по производству шерсти. Ей более 200 лет. Мы с вами зашли в одно из помещений, где сейчас проводятся праздники, различные мероприятия. А когда-то здесь стояли станки, за которыми трудились работники. Здесь тоже сохранился такой вот станок. Правда, использовался он несколько для другой задачи. Через него прокручивали очень плотные стебли льна. Таким образом, им нужно было размягчить это верхнее покрытие, да, стебля, смягчить. Чтобы потом уже можно было трепать лен и таким образом добывать мягкие волокна. В одном стебле содержалось до 40% волокна. Очень уютный бар, где можно отведать Гиннесса. На мельнице побывали, а теперь отправимся еще в одно очень симпатичное местечко. А вот та самая речушка, которая запускала, приводила в работу то самое большое мельничное колесо, у которого мы только что побывали. Сейчас отправимся по этой тропинке, которая нас приведет в чудесный парк с птичками. Какой-то покрякивает, да, лебедь. Порода вупер. Две подруги спят. Лебеди способны преодолеть тысячи километров, когда они отправляются на зимовку. Как правило, в Южную Европу, в Восточную Азию. Чудесные. Ну ладно, не буду беспокоить. Вот такие гусятки чудесные. Раскручались. Вот такие у них розовые лапши. Да, явно просит угостения, а угостить их нечем. Ну, по-кругому удивлению, они кормят птичек. Лебедь-трубач. Лебедь-трубач. Еще один. Ох, какой чудесный. Самый большой в семействе лебедей. Ох ты какой. Вот это крылышки. Вот это крылышки, как у змей Горыныча. Да, он немножко занят сегодня, но ничего. Размах крыльев, по крайней мере, он нам показал. Ну и там еще утки тоже все сегодня вычищаются, вымываются. Погода, видно, располагает. Несмотря на огромный размер, они способны летать на высоте 2500 метров. Вот тут вот еще концерт продолжается. Боже, какие звуки. Это казарки. Очень симпатичные птички. Посмотрите, какое оперенье. Чем-то похоже на гусей. Хотя от гусей их отличает в первую очередь короткая шея. Ну и немножко другая форма клюва. Так. И вот так в реке живут люди. Прям такая Венеция у них тут. А этой парочке, кажется, хочется куда-то слинять. Ну и такой еще вот есть длина шеи. Черный. Прекрасный. Раз прекрасно идет ко мне. Красавчик. Ох, хороший. Он пропел. Ну вы поняли, да? Хотите услышать лебединую песню в Брушейн парк птиц. Концерт гарантирован. У этого, посмотрите, какой у него длинный хвост. Вот это да. Вот это красавчик. Вот это да. Сейчас покажу размер хвоста. Ух ты, ух ты. Вот такой вот, да? Правда хорош? Ну как всегда, самец прекрасен. А самочка, ну так себе, серенькая, да? В природе все именно так. А вот у людей немножко по-другому, да? Милые женщины. Да, вот это да. Вот такие вот чудеса. И здесь таких много, все разноцветные. Поэтому, в общем-то, очень интересно. А это золотой фазан. Посмотрите, какое роскошное оперенье. Я сначала подумала, что это попугай. Живет такой в Китае и Тибете. Птичка невероятно хорошо. Посмотрите, какой чудесный фазанчик. Живут такие лет 15. Ну, это вообще красавчик такой здесь, да? В грязи ковыряется. Просто чудесный расписной. Шедевр природы. Я надеюсь, вам понравилась наша небольшая прогулка и концерт, на котором мы вместе побывали. Пишите в комментариях, куда вы еще хотите отправиться. Ну, а я буду вашим экскурсоводом. Анна Филипс, Северная Ирландия. Пишите в комментариях, чтобы